приветствую вас мои дорогие друзья на своем канале в этом видео я хочу предложить вам связать вместе со мной такую красивую объемную бабочку для работы нам понадобится пряжа двух цветов моем примере я буду использовать пряжу бегония и цвета работе у меня будут сиреневый и салат цвета которые я буду использовать при вязании бабочки что нам еще понадобится кроме пряжи понадобится нам еще наполнитель ножнички иголочка и еще нам понадобится крючок который мы будем вязать подходящий к вашей пряже моем примере я использую крючок один с половиной миллиметра бабочка состоит из четырех частей верхние крылышки две детали и нижние крылышки также две детали которые затем сшиваются между собой так кому интересно такая бабочка садимся поудобнее берем пряжу и начинаем вместе начинать вязание мы будем с верхних крылышек провязываем начале начальную закрепительную петлю затем вяжем цепочку из 2 воздушных петель в первую воздушную петлю провяжем 6 столбиков без накида 2 ряд у нас 6 прибавлений будем провязывать из каждого столбика предыдущего ряда по 2 столбика так первое прибавление второе прибавление третье прибавление четвертое пятая и еще одно прибавление шестое петли 11 и 12 и так у нас уже 12 продолжаем увеличивать окружность и теперь следующий ряд 3 провязываем столбик затем прибавление так повторяем 6 раз в итоге у нас получится 18 столбиков провязываем столбик и первое прибавление столбик второе прибавление столбик третий третье прибавление столбик четвертое прибавление столбик пятое прибавление повторяем последний раз столбик и шестое прибавление петли семнадцатой и восемнадцатой четвертый ряд у нас снова прибавление их также 6 провязываем 2 столбика, затем прибавление так повторяем 6 раз провязываем 1,2 и первое прибавление повторяем 1,2 второе прибавление 1,2 третье прибавление 1,2 четвертое прибавление 1,2 пятое прибавление и последний раз повторяем 1,2 и шестое прибавление петли 23 и 24 5,4 и так мы провязали с вами 4 ряда далее у нас по кругу вяжется 5 рядов 5,6,7,8,9 ряды 5 умножаем на 24 на количество петель которые у нас сейчас в ряду и получается нам нужно связать 120 столбиков без накида вяжем по кругу 120 столбиков без накида по кругу у нас связано с вами 9 круговых рядов в десятом круговом ряду начинается у нас убавление убавлять будем через каждые провязанные 2 столбика и так убавим 6 петель провязываем 1 2 и первое убавление убавляем за передние стенки петли повторяем 1 2 и второе убавление 1 2 3 убавление 1 1 2 4 1 1 2 5 1 6 убавление и повторяем последний раз 1 2 и 6 6 убавление это у нас 18 столбик уменьшилось у нас количество столбиков на 6 из 24 получилось 18 следующий ряд 11 также у нас убавление и убавляем первое убавление столбик второе убавление 4 убавления 5 убавление 6 убавление 12 сс 12 сс 12 сс 4 5 6 7 8 9 10 11 и 12 если вам удобнее пользоваться маркером пожалуйста пользуйтесь маркером вот такая заготовка получилась сейчас время ее наполнить наполнитель наполнять будем так чтобы у нас деталька была объемная но не круглая она должна быть продолговатой и такой немного приплюснутой наполняем заготовку наполнили заготовку наполнителем и свяжем еще один ряд возвращаемся берем петельку которая была отложена и заканчиваем ряд здесь нам нужно сделать 6 убавлений я предлагаю убавления делать пропустив 1 столбик в следующий столбик вязать столбик без накида пропускаем и считаем 1 пропускаем 2 пропускаем 3 4 пропускаем 4 пропускаем 5 и еще один раз повторим пропускаем и вот у нас 6 столбик далее отверстие можно плотнее закрыть иголочкой а можно вот следующим образом вколоть с внутренней стороны подхватить ниточку рабочую и протянуть через петли на крючке на первой детальке мы неточку будем обрезать а на второй поставим длину для пришивания этих деталек между собой и так у меня связаны два крылышка верхних свяжите пожалуйста и вы второй вторую детальку и затем мы с вами будем вязать нижнюю детальку крылышка вернее нижняя бабочки и так два верхних крылышка вы также связали и теперь приступим к вязанию нижнего крючка берем выбранную вами пряжу вернее выбранный цвет пряжи и начинаем вязать с начальной закрепительной петли затем 2 воздушные петли и в первую провязываем 4 столбика 1 2 3 и 4 в следующем ряду у нас прибавление прибавляем два столбика в первый провязанный столбик отсчитаем от петли на крючке и вот эта петелька, которую вводим в крючок и провязываем 2 столбика из одной петли и 2 это первое прибавление затем вяжем столбик в следующую петлю провязываем столбик в следующую прибавление 1 2 и еще 1 столбик и сейчас у нас в ряду получилось 6 столбиков в следующем ряду у нас 3 прибавления прибавлять будем через каждый провязанный столбик и так 3 ряд провязываем столбик первое прибавление столбик в следующем ряду у нас снова 3 прибавления и так сейчас у нас в ряду 9 столбиков в следующем ряду у нас снова 3 прибавления и теперь прибавляем через каждые провязанные 2 столбика и так 4 ряд провязываем 1 2 и первое прибавление повторяем 1 2 и второе прибавление и повторяем еще один раз 1 2 и третье прибавление у нас петли 11 и 12 следующий 5 ряд у нас будет 6 прибавлений прибавлять будет через каждый провязанный столбик вяжем side и второе прибавление целеб vender 3 и четcar столбик, 4 прибавление столбик, 5 прибавление повторим еще 1 раз столбик и 6 прибавление петли 17 и 18 у нас сейчас в ряду 18 столбиков далее вяжем 4 ряда 6, 7, 8, 9, 4 умножаем на 18 и всего провязываем 72 столбика по кругу провязали мы с вами 72 столбика и у нас провязаны уже 9 рядов 10 ряд в десятом ряду у нас убавление убавлять будем 6 раз через каждый провязанный столбик без накида вяжем столбик и первое убавление петли в столбик 2 убавление столбик третье убавление в столбик 4 убавление столбик, пятое убавление, повторим еще 1 раз, столбик и шестое убавление, это у нас двенадцатый столбик, одиннадцатый ряд вяжем по кругу 12 столбиков 7, 8, 9, 10, 11 и 12 наполним заготовку наполнителем наполняем не сильно плотно так, чтобы у нас деталь имела плоскую овальную форму вяжем последний ряд 6 убавлений и провязывать убавление будем через столбик так, столбик 1 пропускаем и вяжем 1 далее пропускаем 2 пропускаем 3 пропускаем 4 пропускаем 5 и пропускаем 6 деталька готова и как вы помните на второй детальке мы ниточку обрезаем по длине свяжите еще вторую деталь у нас все 4 детальки связаны и теперь если кто будет украшать бабочку так же как украшена она у меня, нужно связать вот таких два кружочка они вяжутся очень прочно очень просто провязывается начальная закрепительная петля затем вяжутся 2 воздушные петли и в первую провязанную воздушную петлю вяжется 6 столбиков 1 2 3 3 4 5 6 и здесь в первую провязанную петлю вводится крючок и провязывается соединительная петля далее можно связать еще одну воздушную для закрепления и обрезаем ниточку на длину достаточную для пришивания этой детальки затем этот кружочек будет пришиваться вот так можно сделать кружочек больше можно его сделать в виде цветочка тоже вы фантазируйте можно вообще украсить либо бисером бабочку либо пайетками так у нас готовы 4 детали и теперь будем сшивать их между собой я сошью сначала верхние крылышки так прикладываем друг дружки смотрим вот это вот начало было это пойдет на внешнюю сторону крылышка а вот эти вот там где мы заканчивали мы их и сошьем на ширину приблизительно 3-4 мм нитку закрепим и я ее пока оставлю возможно она еще понадобится чтобы пришить между собой верхние и нижние крылышки вот таким же образом пришиваем и между собой и нижние крылышки и так крылышки между собой сшиты и теперь нужно сделать туловище бабочки прикладываем вот так крылышко верхнее к нижнему и берем ниточку который будет использоваться у нас для туловища мне нужна салатовая ниточка так как вам удобно правой рукой наверно будет удобнее я предлагаю немного вот так вот отмотать потому что если в клубке если если в моточке если в клубочке приблизительно вот такое будет туловище вот столько отмотать нужно ниточки так будет удобнее и теперь здесь у нас концы еще болтаются это у нас один усик мы оставляем его такой длины приблизительно вот и теперь туловище между собой вернее крылышки между собой мы берем и сначала плотненько стягиваем ушел усик так наматываем образовывая туловище туловище и теперь я поступаю следующим образом мне нужно закрепить кончик и я вот таким образом поступаю и затем между собой усики связываю связываю и у нас еще доведем до конца усики теперь их нужно сделать одинаковой длины для того чтобы они были более плотной формы можно смазать крылышки сшить между собой для того чтобы они не болтались то есть были немного между собой сшиты может кому-то удобнее сначала сшить крылышки между собой а затем делать туловище так поступайте как вам удобно так как вам закреплю чтобы они не болтались крылышки соединились между собой соединились сиреневая нитка не нужно сшит укрыть шут закрепляем ниточку и кончик обрезаем украсьте бабочку по своему желанию сделайте свою оригинальную неповторимую бабочку я с вами сейчас прощаюсь и очень очень надеюсь что не буду до свидания до скорой встречи а а а а а